ну вот человек приехал на автомобиле toyota двигатель 3h вот такая проблема значит свечки здесь вот коричневый то есть в колодцы попадает масло чтобы разобраться с этой проблемой нам приходится снимать вот эти вот колодцы куда завертываются свечки потому что там вот здесь сверху резьба есть и внизу резьба есть через нижнюю резьбу масло попадает в колодцы попадала у него в четвертом цилиндре мы ее уже открутили ну эти вот гайки наворачиваем одну гайку кверх ногами снимай если отключил отключилась одну сверху наворачиваем теперь чтобы открутить нужно их затянуть ключ на 30 головку на 30 и ключ немножко их подтянули без фанатизма как говорится и начинаем крутить вот он колодец вот сюда смотрите колодец крутится вместе с гайками крутится там внутрь закрутили свечки чтобы не дай бог в цилиндре не попала идет как бы не совсем легко нормально от руки не открутишь гайки от ключа нормально вот она резьба видно тогда хорошо и мутно вот она резьба вот через эту резьбу тут вот герметик уже старый через эту резьбу масло начинается чисто в колодец и попадает на свечку это чем чревато через свечку через масло может искра прошивать на корпус и из-за этого двигатель может подтраивать я их вот должен почистить хорошенько почистить и потом вот сюда прям заверни руку еще еще вот они эти места куда она должна закручиваться вот места те тоже прочистить надо будет куда вкручивается вот второе место вот третье место вот обмазать гриметиком и закрутить на место все собрать вот очищаем мы этот металлической щеткой очищают от грязи потом очищаю ветошью то есть у меня бумага тряпки чтобы было достаточно чистое вот я не знаю как тут темно маленько но видно что сейчас гораздо чище чем было было вот так вот стало вот так вот очищаем потом будем смазывать герметиком как я уже говорю ну вот она резьба как бы она не первой свежести покоцанная хорошо нужно и смазать и закрутить такие вот дела закрутить вот сюда вот на место в каждый цилиндр для смазки я пользуюсь обыкновенным нашим советским русским герметиком белым сейчас его скрывать будут все эти импортные что-то терпеть я их не могу смажешь они сохнут по два дня этот нормальный 20 минут и превращается уже в резину казанский город казань как бы не реклама но тем не менее вот с одной и другой стороны резьба абсолютно одинаково так как вот это было завернуто и пропускала а вот здесь вроде как получше резьба я решил ставить низ а вверх поменять снизу это правильно я считаю потому что здесь вот еще от газовых ключах с места задергиваю вот сейчас только попробую входит он или не входит входит или не входит по резьбе пойдет или не пойдет все прекрасно идет резьба точно такая же поэтому смазываю герметиком сразу грязь вот надо убрать грязь и вставляю вот очищаем резьбу на головке которые будут заворачивать и потом еще продую их сжатым воздухом для верности ну что резьба внутри тоже грязно компрессор метика от старого герметика все это так вот он герметик поначалу у него всегда вот такая жижа прозрачная но она хорошая клейка видно да так вот так вот намазали и теперь надо будет дать немножко подсохнуть минут 20 все четыре штуки вот намазал я все четыре трубки колодцев вот герметик еще не совсем высох как бы но уже подсох минут 15-20 прошло сейчас я буду вкручивать вкручивать на место предположим первый цилиндр тут уже не имеет значения какой на каком стоял сейчас надо просто вкручивать на место внутренние я не стал смазывать решил что достаточно немножко вот так подшевеливать чтобы в резьбу попадал этот герметик не совсем его весь выдавил нет есть здесь это я под затягиваю теперь мне нужно расконтрогаете накрутить сюда ключами на 30 еще раз под откручивая газовым ключом как бы так туговастенько не были вот нормально затянул нормально нормально это я не знаю сколько не тут просто по ощущениям когда отворачивал я не знаю ньютон 50 может я думаю достаточно здесь нагрузки нет тут самое главное чтобы герметик был снится значит мой тут тонкий слой герметика тоненький слой и она еще прижмется нормально вот сейчас я обмазываю как я до этого говорил прокладку герметиком тонюхоньким слоем для чего для того чтобы где-то поры прокладка старая что где-то поры чтобы это все закрылось при поджалась сейчас тоже подожду когда она подсохнет сначала намажу минут 20 подожду так вот герметиком все это промазали тоненьким слоем герметик минут двадцать уже прошло больше схватился слегка теперь ставим на место крышку клапану для этого надо желательно не сбить герметик не зацепить его так крышка одета осталось прикрутить кронштейн держатель трусика газа и на коробку который идет вот все